Приветствую, друзья! Ну вот подарки, значит подарки. Сейчас скажу результат. Друзья, оказывается, все проблемы у человека, ну в основном, в основном, возникают потому, что вот у него уже есть там дельта-ритм, альфа-ритм там и прочие вот эти ритмы, но когда он начинает напрягаться, начинает делать что-то более старательно, у него напряжение растет, и он из одного ритма переходит в другой, и в это время может терять, собственно говоря, ясность мыслей. Вот смотрите, например, когда человек фотографируется, или я вот сажусь, к примеру, за компьютер сделать вам ролик вот этот вот, сделать его таким, чтобы вам было приятно смотреть, легко смотреть, и потом ссылочки, которые я дам, чтобы вам было приятно их использовать, потому, что сейчас ближе к Рождеству, вот эти вот новогодние, так сказать, дни, вот эти вот подарки, и там будет такая снижение цены на самые такие важные контенты, уникальные контенты, там, например, будет и то, как ключевое дыхание делать, и то, как волну делать, пять роликов в одном, в разных таких повторениях, с разными нюансами, и там будет вот это самое главное, для новичка, четыре коротких урока, которые посмотрит новичок, для чего нужен метод ключа, вообще, что такое ключ, и сразу поймет, и сможет практически это использовать. Это очень здорово, вот это вот, я комменты, в комментах там прикреплю, вот эти ссылки. Но я вам хочу сказать, когда человек переходит из одного ритма мозговой деятельности в другой, например, я хочу вам сказать эти хорошие слова, настраиваюсь, и масти текут легко, как облака, и речь моя такая свободная, и вот я готовлюсь, нажимаю кнопку, и в этот момент, когда готов записать вот этот ролик, или, допустим, сфотографироваться для ролика, в этот момент напрягаюсь. И почему-то в этот момент я вынужденно пытаюсь привести себя в такую форму. Ну, а там был естественный, вот когда я вот сидел до этого момента, до этой нашей встречи, до того момента, когда надо фотографироваться, или уже снимать ролик, как вы понимаете, голова такая свободная, мыслишь свободно, и вдруг начинаешь напрягаться перед ответственной ситуацией, если ты к ней так относишься, и поэтому у тебя растет напряжение, и здесь, вот это главное. Друзья, здесь происходит зацикливание, здесь происходит зависание мозга. Вот оно, в чем проблема. Почему ты, когда начинаешь нервничать, ты начинаешь думать, как лучше решить вопрос, и когда тебе этот вопрос очень важен, ритмы меняются, и ты тогда выходишь на такое состояние, когда зависаешь, и не можешь сообразить. Ну, например, на экзамене. Вот готовишься к экзамену, готовишься, но есть такая пословица, задним умом крепкий, потому что вышел с экзамена, биоритмы поменялись, и ты думаешь, да надо же вот так сказать, надо было так сказать, что же я так не догадался, а что ты не догадался в тот момент, потому что цикленный был. А вот ты освободился, и сразу базы мозга, так сказать, библиотеки мозга, подсознания сразу стали выдавать тебе вот всю информацию, которая была там в зависании, когда ты был перенапряжен. Таким образом, когда ты путешествуешь между уровнями этих биоритмов, которые на электроэнцефалограмме записываются, там альфа-ритм, дельта-ритм, бета-ритм, там всякие ритмы. Когда ты путешествуешь между ними, это ты по существу, когда ты волнуешься, или когда ты свободен, или когда алкоголя принял, там немножко у тебя легче становится, или ты сделал, допустим, разминочку с помощью приема синхрогимнастики, который подобрал себе, который тебе по вкусу, который тебе хочется делать легко, повторять, или ты подобрал левитационное движение, например, руки пошли, или голова пошла, или палец пошел, перебирай, ты подбираешь то, что тебе подходит, и ты сразу выходишь из зависания, из зацикленности. И сразу биоритмы мозга у тебя там, ну, ты потому и вышел из зацикленности, потому что, как говорят сегодня, по-модному совершил квантовый переход, на самом деле триггерный переход. Друзья, ну ладно, я всем сказал, что хотел, поэтому, когда вы фотографируетесь, вам говорят, сделай улыбку. Ну да, ну немного трудно бывает быть естественным, когда ты стараешься. И вот этот самый главный момент в нашей жизни. Как же быть естественным, когда ты стараешься. Вот этому мы обучаемся, выходя на нулевое состояние, тренируя нулевое состояние эмоциональной, дистанцированности, эмоциональной безмятежности, когда на душе глубоко-то хорошо, безконечно, безмятежно, такое благоденствие. Мы когда сознательно пытаемся получать это состояние путём перебора разных действий по критерию минимального усилия, минимального действия, минимальных энергозатрат, максимальной простоты и комфортности, когда по этому критерию, перебирая мы разные действия, мы тем самым развиваем творческую способность. Я в следующем ролике вам скажу удивительную вещь. Я вам расскажу, как же обучаться, как тренироваться короткими способами, короткими упражнениями, короткими приёмами, чтобы работать с условиями неопределённости, когда вы не знаете, как быть. Вот-вот-вот-вот, чтобы вы там не зависали от перенапряжения. И в то же время, чтобы вы могли создавать совершенно новые действия, адаптивные к той ситуации, которая возникла, а не пользоваться теми шаблонами, которые нарабатывали, потому что в этих условиях неопределённости может быть такая неизвестность, когда эти шаблоны, друзья, не работают. А тогда нужно как раз-таки этот ключ. Наш принцип основного подбора путём перебора. Ладно, я могу об этом говорить вам бесконечно. Повторять бесконечно, потому что старый принцип обучения – повторение, мать учения. Повторяй пока не получится, но в результате тоже приводит к тому, что вы образуете навык, что вы можете делать автоматически, естественно, без напряжения, с минимальными усилиями. А принцип подбора – новый принцип. Принцип подбора путём перебора по этому критерию минимальных усилий тоже к этому же приводит. Только индивидуально, сразу, для тебя лично. Чтобы было не так, как делай, как я, а делай, как ты. Вот так, друзья. До встречи.